Ну, во-первых, у меня старший брат, футболист, и на 10 лет у меня старше. Я все детство на него смотрел, ходил на игры, на тренировки. Можно сказать, я был обречен на то, чтобы стать футболистом. Ну и плюс, времена тяжелые были. Для футбола чем-то, кеды, мяч и все, иди, играй в футбол. А денег особо не было у семьи, и там, конечно, очень тяжело было потянуть и коньки, и клюшки, и все, амуницию. Присмотрели меня на одном из турниров? Нет, только 16, 16 только исполнилось, я уехал. Я хотел еще раньше уехать, но родители были категорически против, хотели, чтобы я продолжал хорошо учиться, и футбол, чтобы не стал основным. Но получилось, наоборот, брат старший настоял. Ну вот Илюха Дакутепов, так, наверное, самый звездный у нас в сборной в «Спартаке». Денис Путин? Путя, да, был, но мы с ним не пересеклись в то время, когда я был в Академии. Он был раньше? Да, он был раньше, там большая часть игроков свалила в «Чертаново». На самом деле, когда я там был, я не знаю, я удивлялся вообще, как я там нахожусь, там столько было звездочек. Просто там, мы же каждый год в Лондон летали, там в «Челси» играли. Пацанов там присматривали в «Челси», там ездили на стажировку, там вот 92-го года Рома Емелянов ездил на стажировку в «Челси». То есть я думал, блин, куда я попал. Ну вот сейчас прошло сколько получается, 6-7 лет и обидно. С Академии я ушел в дубль крыльев, советов меня забрали, вот, и не стал подписывать контракт. В Академию ушел в дубль крыльев. Это настолько все хорошо расписали, по тем временам такую зарплату предложили хорошую для, сколько мне было, там 17-18 лет. Я думал, что жизнь удалась. Но, все пошло немножко не по плану. Вот, я был побутым полгода, был один раз все в заявке. Зимой прошел все сборы. Всех отчисляли, отчисляли, я оставался. И в конце, короче, имени, мне сказали, давай, мешали, спасибо. Потом я поехал в Сибирь-2, тогда во второй лиге. Тоже я прошел сбор, все нормально, всем понравился. Но в конце сборов главный тренер решил объявить о том, что вратарь-то им не нужен, у них уже есть. Потом я был в дубле футбольного клуба Ирдыш. Главной команде я не понадобился. И вот мы с пацанами ездили по третьей лиге. Потом мы играли в Перми. И я на тот момент, тренер-ротарей в дубле Амкара, был тренером Николаевич Степанов. В академии был. Ну, и он меня увидел, я понравился, и вот так я переехал в Амкар. Мне вручили капитанскую повязку, все пацаны выбрали. Поехали на первую игру в Питер с «Зенитом» играть. И я на разминке, у меня колено заклинило. Вот, вниз. Не удалось дебютировать капитаном. И все, и потом я лечил. Ну, операция лечился полтора месяца, наверное. Вот, первая игра, вышел. В стартом составе и так получилось. Ты забил был? Дальше, через неделю мы проиграли «Спартаку» 5-0, а потом 4-0 рубили. И все сказали, лучше бы ты не забивал гол. Да нет, дальше, на самом деле, там веселое было время. Я был капитаном, дружный был у нас коллектив. Вот, и так. И жизнь у нас там интересная была. Веселились, в квартирах. Такая взрослая, первая взрослая жизнь самостоятельная. 18-19 лет, сам себе предоставлен. Там деньги какие-то появлялись на тот момент, я считаю, нормальные. Потом Калуга. Калуга. Да, я провел там полгода в весельный отрезок сезона, отыграл. Большой первый такой опыт был в возрослом футболе. Потом я поехал в Тюмень. Команда тогда была задача. Куча денег, все там здорово. Но там и сейчас условия отличные. Прошел почти месяц сборов. Ну, у меня всегда так. Интересно все получалось. Прошел, короче, месяц сборов, все, меня оставляют. Договорились там, что какие-то деньги отдадут, там, скажут, все это долго длилось. Все это я морочился. Вроде все решилось. Мне дают контракт, я подписываю контракт. Через три дня мы едем на выезд. Ну, какой-то товарищеский матч в Тобольске. Я неудачно отыграл. На следующий день собираемся все на тренировку. И главный тренер, Константин Северяныш Галкин, говорит, Ну, пацаны, вот сборы идут, сейчас нас сегодня двое человек будут покинуть. Ну, я спокоен, что три дня назад контракт подписал, я хихикую, стою. Ну, да, пацаны, вот вам не повезло. Ну, и все, я просто оттренировался, хихихиха, ха, думаю, ну, ладно, ошибся, ошибся, что вместе меня видели, с кем-то бывает. Ну, я говорю, Мишань, подойди там, Северяныш, я подхожу, он говорит, Мишань, ну, спасибо, удачи. Потом я поехал в Старегино, что-то там, ну, и мне на тот момент как-то по душе было. И, короче, мне позвонили на Сиртыша, давай, Мишань, домой, поиграешь, ребят, меня ждут. Ну, и вот так я попал в Иртыш. И провел год, считаю, плодотворный, очень полезный год в Иртыша. Наверное, на данный момент роднее у меня нет клуба, чем Венесей. Вот, потому что там очень много было от, грубо говоря, третьего молодого вратаря там, который так был. Разве что перспективно. Ну, вот так получилось. Когда я был в дубле Иртыша, так сказать, ну, вот тогда, да, я думал, блин, все, отсюда уже не выбраться. Потом, ну, и громко так всегда складывается, где-то дело случая, где-то тыр-пыр, и вот так вот как-то я здесь. Продолжение следует...